Приветствую вас, дорогие зрители, у микрофона Григорий. Продолжаем играть в игру 7 Days to Die на сложности Insane и версии 14.2. В прошлой серии мы начали изготавливать доспехи себе, трепишные так называемые, дабы прокачать навыки шитья, да и просто вообще уровень мастерства персонажей. И сейчас мы продолжим, благо у нас есть еще 2 часа этой ночи. И вот дальше я думаю, как мне поступить, потому что по идее 7 ночь, которая уже не так, кстати, далеко, она потребует определенной защиты. Вот. И здесь я не уверен, что я смогу получить достаточную защиту в этой своей башенке. Потому что, к сожалению, разработчики сделали так, что во время безумной ночи они, эти орды, точно знают, где вы находитесь. И я, кстати, это не очень, ну не очень мне это нравится. Так, давайте-ка еще вот иишенки сделаем себе. Пока есть возможность, так, сколько там, 17. Так, 42 у нас осталось брони, ну пусть пока качается. Кстати, я думаю, что скоро так мне уже потребуется и покушать, наверное. Ну да, кстати, уже можно вполне перекусить. И запить, наверное, да. Воды пока у меня вдоволь. Самое главное, что я в первый же день там страдал от того, что воды не хватало. Кстати, есть подозрение, что я так догоню и до этого до 300 броню-то эту. Кстати, 256 сколько уже, 18, 11, 15. Но она уже вот пошла, а нет, еще по одному добавляет. 9. Так. 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 Что бы поделать здесь, ну, сейчас-то, а, кстати, между прочим, помните, там же есть такая интересная вещь, как workbench. И workbench-то fasted, loot, fasted, niche rank, так, quality joe. О, ещё quality joe, да, интересный есть. Перк, да, в общем, здесь не знаешь, куда тратиться, на навыки или на перки. А где же этот workbench-то? А, вот workbench. Рецепт позволяет, я так понимаю, workbench позволяет строить вот он, work. Она позволяет установить этот workbench, так называемый, и крафтить без участия игрока, то есть ещё крафт-слоты дополнительные. Кстати, это интересная вещь. Какая-то, правда, роботизированная система. Let you craft items just like you do in your backpacks. Backpack, то есть крафтить как в вашем рюкзаке. Тоже такое читерство. Ну, здесь нечего говорить про читерство, потому что такие особенности этой игры, такие у неё, да, игровые законы. Я их зря надо было это допить всё-таки. Интересно, её можно вылить? А, нет, это выпить. Ну да, выпить только правой кнопкой. Кстати, мне нужно сделать, наверное, новый топорик. 440, да, нехило. Так, ну что, продолжим. Сколько у нас там времени? Там уже скоро там рассвет. Самое что интересное. Давайте хотя бы до 300 догоним, а там уже видно будет. Так, 56 у нас стрел. Железных стрел. 65. Ну, кстати, железные стрелы можно во время этой красной ночи завязать. А вот я ещё думаю, конечно, что нам делать? Пойти и действительно построить там укрытие себе. Ну, хотя бы просто нужно сделать какой-то, не знаю, там лаз наверх и там небольшой домик. Правда, там надо отгораживать много, чтобы эти по стенам не лазили. Вот это вот, наверное, много работы там придётся проводить. Ну, зато оно того, наверное, стоит. Там я спокойно смогу пережить. Кстати, смотрите, как быстро стало создаваться. 82 уже 19, смотрите. 19, 11, 15. Где 20? 20, давай. Ещё можно, кстати, лук сделать новый, наверное. 20, вfürladım в 2010 вино consent. Так, ну что уже там, а, ну 40 без 20, да, то, наверное, я это сейчас докидаю, наверное, не успеваем мы, доделать до 300, возьмем фреймы, давайте возьмем доски сразу, возьму на всякий случай этот металл, заодно, кстати, по дороге можно будет, наверное, что-нибудь там прикинуть еще. Так, возьмем, что, эти очки возьмем, прибор ночного видения тоже один понадобится, давайте одну краску туда возьмем, так, это все, переработку пока, да, как-то я так настроился, что именно там, наверное, сделаем укрытие, очень уж я переживаю насчет близ, предстоящей нам ночи. так, немножко осталось уже, пока будем идти там, думаю, как раз сможем все это сделать, все, что нужно нам. Может быть, еще успеем все-таки в этот дом заглянуть, который так мы не можем никак проверить. Так, ладно, пойдем сходим, посмотрим, что да как там. Давайте проверим сначала печь, потому что, может быть, она зря только коптит тут. Ну, в общем-то, можно, наверное, ее остановить. Мало ли она будет включить, пока нас нет. Поэтому, я предлагаю вот что взял, да, там вода рядом, кстати. Заодно там потом можно сейф будет разломать. Дерево подрубим по ходу дела. О, у нас, кстати, уже хватит изготавливать доспехи. Мы сейчас лишнее переработаем. Так, давайте оденем тогда вот это, наверное. Да, это тоже скрэп. Проблема в том, ну ладно, это мы еще сбегаем. Я забыл, что надо там освещение, наверное, поставить будет. Хотя, может быть, и не надо. Так, вроде... Не заметил меня этот дурик. А, наверное, еще темно. У них зрение хуже в темноте, поэтому... Все нормально пока. Вот этот дом-то, кстати. Просто посмотрим, что там... Опять хорох. Посмотрим, что там. Есть там кто или нет. Может быть, и нет никого. И тогда мы его спокойно осмотрим. Что еще? Что-то я не видел еще. Кар-кар. Нет, похоже, тут все-таки кто-то есть сейчас. Кстати, что-то не быстро меня так потеряли. Но быстро и нашли. Ладно. Бегать пока не будем. Просто посмотрим. Да елки-палки. Деньги-палки-палки-палки-палки-палки-палки. Ладно. Все. Человеческое дерьмо. Жесть. Ну, зато весело. Мы тогда сейчас отправляемся непосредственно к... ...э... 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 ...магазину. Магазин хорошо расположен. Он рядом, там, от воды, недалеко. Что здесь такое у нас? Давайте это переработаем. А, я хотел вот что сделать еще. И вот это, наверное, ботинки и вот эту защиту. Так. Пока вот так. Потом мы там что-нибудь с этим придумаем. Ну, хоть какая-то более-менее. Теперь защита у нас есть. Вменяемая. Оп. Войду. О! Вот это я не видел. Тут и нет ничего. Пока мне не требуется. Так, кстати. А, вот как. Даже еще более крутая есть. Крутой доспех. Так. А вот тут что такое? Вот эти вот темные выступы. Обычно. Ну, да. Так я и думал. Ощущение, что они вообще появляются. Постоянно хожу новые такие эти залежи. То угля, то селитры. Как будто они за ночь сами респятся. Хотя нет, тут я не был. Судя по всему. Да, вот этот вот, конечно, лесной биом тоже такой. Богатенький на такие полезные ископаемые. Я думаю, их еще больше под землей. Но под землю пока я спуститься не могу. Особо нет, нечем копать. Да, есть такая открытая территория, конечно. В принципе, здесь все видно далеко. Кстати, интересно, я себе побью этого. О. Ничего себе. Бензин из него просто добываю. Из авто. Немножко металла. Так. Что у нас наверху? Декали магнула. Да и все, наверное, да? Вроде ничего нет. Ну, да, вот здесь вот можно, в общем, расположиться, я думаю. О. Кстати, между прочим, вот что. Рецепт. И давайте новый ножичек сделаем. Отлично. Так. И мы здесь вот, наверное, расположимся. Что наверху, наверху ничего нет. Да, здесь я, наверное, буду возводить свои эти конструкции. Фреймы. Ну, сотню, наверное, пока. Пускай делается. Так. Сделаем укрытие. Такое временное. Используем. То, что есть, эта конструкция нам предоставляет. Да, кстати, надо сразу позаботиться, где будет вход. Давайте вход сделаем. Несколько входов сделаем, я думаю. Один вход, наверное, будет где-то здесь. Эх. Смотрите-ка, здесь его и... Еще и продолбить надо. Уровень 18. Так. И еды-то у нас. Но еда есть пока, да? Ничего. поедим это. Поедим это. Камень, будь здоров. Кстати, там еще неизвестно, что будет под ним. Делаю специально подальше, чтобы особо они там на меня не наводились. Вот, отлично. А, еще мне понадобятся, конечно, лестницы. Ну, давайте сначала здесь продолбим. Один здесь, наверное, я сделаю. А, может быть, даже еще один надо будет отдельно. Так, выносливости-то есть у нас еще. Здесь больше проблема в том, чтобы зашить ограждающую поверхность от ползунов по стенам. Вот это вот важно. В общем, медия такая, что на таких вот площадках, как это магазин, очень хорошо делать, наверное, укрытие в центре. Потому что, когда появятся плеватели, надо будет подальше от краю держаться, чтобы они видели, куда плевать. Вот. А, там сортир. Да, с равно. Так, а сейчас все переделаем. Так, деревянные лестницы. Сколько нам там? Ну, десяток, наверное, хватит. А, прикол в том, что я-то тут, кстати, и не был. О! А, точно, я что-то не долутал. Вот в чем дело. Как здорово я спустился в этот, в этот магазин через туалет. Ну, кое-что я тут, смотрите-ка, и приобрел. Так, ладно. Так, сейчас мы эту сортиру забьем. Ладно, это он, кстати, не обследован был. Труба, здорово. Труба, здорово. Так, один лук готов. Так, один лук готов. Что-то. Так. Чем-то. Что-то этот сундук тоже разберем. вот неплохо неплохо так я думаю здесь можно сделать пару таких конструкций вот потом и в центре еще сделаю что-нибудь допустим это будет у нас первый этаж второй этаж потом там будет заход но есть такая вот здесь будем может быть посмотреть наверное принципе дерево вполне зачастую хватает для того чтобы как бы обустроить нормальное укрытие и и и и и и и Да, вот так вот. Здесь, наверное, еще добавим ramp frame. Вот frame ramp, штук 5, наверное. Так. Да, вот с этой стороны я сделаю. А, нет, здесь вот так, так, так. А эти мы положим вот сюда. Так, и так вот. Я готовлюсь, напоминаю, к седьмой ночи, потому что, ну, мало ли. Сразу здесь обозначу зону, как бы, укрытия. Здесь, наверное, не надо, вот прям уж так зашивать будет. Так. Такой, кстати, целый дом получается в итоге. Может быть, и сюда, и стоит потом переехать-то. Тот домик-то, конечно, хороший, а этот как будто бы надежней не получается. по-моему, размахал. Не знаю, зачем вот этот аппендикс. давайте вот так сделаем. Тут будет, наверное, вход. А, наверху будет еще этот, а, я думаю, типа балкона, чтобы можно было, если что, быстро покинуть. Да, кстати, надо разломать тот заход, который был первичный здесь. Первый. А то по нему там легко зайдут. И мне сейчас, конечно, нужно будет... ... А то на фоне. ... .... ... ... О, сделаем здесь окно такое, да, чтобы можно было наблюдать, не знаю, конечно, конструкция какая-то нелепая вообще получилась, но почему-то именно такая у меня вышла, и не знаю, что вам сказать по этому поводу. Я особо, конечно, не планировал, да, здесь, наверное, будет такой балкон. Так. Ну вот. Что-то типа такое, бесформенное, в общем, у меня получается. А, мы можем еще сделать вот что, мы можем сделать так, чтобы сюда наверх нельзя было пролезть, ну ладно. Я думаю, это мы сделаем уже в следующей серии. Эта серия подошла к концу, поэтому я с вами прощаюсь, спасибо, что были со мной, до новых встреч, с вами был Григорий, пока. Пока.